Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мы продолжим тему благословений. Вот можно вопрос задать, а как благословлять? И я вам даю сейчас цитату, как бы это дают сноску, координаты такие, значит. Книга числ, Старый Завет, книга числ, шестая глава, самый конец главы. Значит, так можно благословлять. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Такие три благословения Господь дал, сам Господь дал сынам Израилевым, священникам, чтобы они благословили вот так вот народ Господний. То есть можно это все выучить и так благословлять людей, которые под вашей властью. То есть отец, мать, детей, дед, бабушка, отца и мать и внуков, священник, людей. Мы благословим именем Господнем, то есть приходим именем Господнем, благослови отче. Мы говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это наше благословение стандартное. Можно любую молитву читать при этом. Господи Иисусе Христе помилуй нас. Святые Божести, крепкости Бессмертные помилуй нас. Любую молитву, это мы благословляем человека именем Господнем. Шестая глава книги чисел дает нам три способа благословить человека. Из Писания, как сам Господь нам вложил это в уста древним священникам. Значит, само троечное число благословений говорит нам о том, что Бог есть Троица. То есть Господь потихоньку готовил людей к той высокой мысли, трудновместимой, что Бог один, но Он же и Троица. Что Он один по существу, но троичен в ипостасях, в лицах. Как и в одном человеке есть дух, душа и тело, но человек не разделяется на три. Он есть один, целый один человек, но в нем есть три. Так же, как и храм один, но в храме есть там притвор, людское и святое. Святое святых. То есть вот оно одно, но оно же и троично. Так и Господь наш один, но в нем три. И вот три благословения, которые Он сам дал священникам, значит, говорят нам о том, что это говорит нам Бог Троица. Благословение, братья и сестры, это великое дело. Научиться благословить Господа – это, может быть, одна из самых главных наук человеческих. Дождь идет, скажи, благословен Господь Бог наш, дающий дождь на землю. Сел за еду, скажи, благословен Господь Бог наш, напитавший нас дарами своими. Заболел, например, ты – это уже мудрость. Скажи, Господь благословен пославши мне болезнь для очищения грехов моих. Когда мы благословим Бога во время болезни, неприятностей, скорбей, опасностей, сложностей, трудностей, страхов, тогда мы мудрые больше всех философов. Христианство – это высшая философия. И если мы умеем благодарить и хвалить и благословлять Господа посреди болезней, посреди неприятностей, то мы – христиане. Так поступали три отрока в Вавилонской печи. Что они пели? И хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Да хвалят Господа небеса небес, и вода ежи превыше небес. То есть пусть весь мир хвалит Господа, и мира мало. Пусть люди, ангелы, значит, стихи, звери, скоти, птицы, пернаты – пусть всех Господа хвалят. Это не в печи пели, посреди огня, уже готовые умереть. И вот хвалить Бога посреди неприятностей – это самая большая мудрость человеческая. То есть Бога нужно благословлять, детей нужно благословлять. Как мы вот когда заканчиваем литургию, мы говорим «благословляй благословящие Тебя Господи, и освящай на Тебя уповающие». И так прошение дальше говорим. То есть Ты, Господи, благословляешь тех, кто благословляет Тебя, и освящаешь тех, кто уповает, то есть надеется на Тебя. Значит, мы должны с вами научиться благословлять Господа на всякое время. Так мы и поем на наших службах. Псалом 33 – благословлю Господа на всякое время. Выну, то есть всегда, хвала Его во всех моих. То есть есть сел, благословен Господь Бог Израилев, встал или сел, или лег, или поднялся, Господи, слава Тебе, Ты благословен. Вышел, зашел, значит, внутри у Тебя, не на языке, может быть, даже, а в мыслях, в сердце, Господи, слава Тебе. То есть все хорошо. Ты хвальный, Ты прославленный. Имя Твое святое вовеки. Сегодня мы с вами, для того, чтобы подтвердить наши слова о важности благословения, почитаем из Писания о том, как престарелый Яков, которому было уже 130 лет, благословлял детей своего сына Иосифа. Иосиф был продан в рабство, и там был унижен, потом возвышен. И вот Яков пришел в Египет, и там благословил своего сына Иосифа, любимого, и его детей. У Иосифа было двое сыновей. Ефрем и Моносия. Ефроим и Менаше. Значит, Моносия был старший, а Ефрем младший. И вот Иосиф привел детей своих к отцу своему, Якову, который был уже весьма стар и слаб глазами. Уже похоронил он Рахиль, жену свою. Мы Рождество, когда праздновали, там, значит, говорим, что Рахиль плачется о чадях своих, и не может утешиться, ибо их нет, Якова не суть. Она была похоронена в пределах, значит, Вифлеемских, в Вифлееме-Ефрофа, там ее могила. Значит, и вот одинокий уже, престарелый Яков, пришел в Египет, и ослепший уже почти, что, значит, говорит, подведи-ка мне детей своих, Иосифа говорит, я не видел их. Он привел к нему своих сыновей, Моносия и Ефрема, и для благословения привел их. И вот взял он их и поставил Моносию под правую руку Израиля, то есть Якова, а Ефрема-младшего под левую руку, чтобы отец положил руки на них вот так вот, на старшего правую, на младшего левую, и помолился над ними. Но Израиль, то есть Яков, простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, а левую на голову Моносии. И вот так их благословил крестом. Когда Иосиф это увидел, то он взял руку отца и переложил с младшего на старшего. Прискорбно было ему, говорит Писание, что он взял, значит, благословил правой рукой младшего сына. Но, значит, сказал он, не так, отец мой, ибо это первенец, на его голову положи правую руку твою. Но отец не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю, а от него будет народ великий, он будет велик, а меньший брат его тоже будет велик, но еще больше, чем старший. То есть знал, что делал старый Яков, старый Израиль, благословивший, вот так вот крестообразно старшего и младшего. Интересно, знаете, братья и сестры, что когда священник совершает службу литургическую, литургию, то у него перед ним на престоле стоит чаша и дискус. И вы наверняка слышали такие слова, «твоя от твоих, тебе приносяща за всех и за вся». Это возношение, анафора, это поднятие святых даров, когда мы поднимаем эти дары, хлеб и вино, Богу возносим их и приносим ему бескровную и словесную жертву. В это время священник, или если есть диакон, то диакон, берут хлеб, берут чашу и поднимают их перед Господом. И поднимают их именно так, как когда-то Яков благословил внуков своих, Моносию и Ефрема. То есть правой рукой берут хлеб, левую чашу и поднимают вот так, «твоя от твоих, тебе приносяща за всех и за вся». Крестом располагают руки и так перед Господом возносят бескровную жертву. Это очень важно, потому что это одно из пророчеств о Христе, о том, что Господь на кресте раздерет наши грехи и с креста даст нам мир. С креста поблагословит весь мир и даст нам благодать и радость и путь к вечной жизни. И вот так благословил старый Яков, слепнущий уже, но духом бодрый и духом зрящий тайное, благословил младшего и старшего. И младший был больше, старшего в его глазах. Благословение его сбылось. И мы когда говорим про детей Иосифа, мы говорим Ефрем и Моносия. Хотя Ефрем младший, Моносия старший. Но Ефрем благословен был больше, и поэтому он как бы большую славу унаследовал. Там даже говорится в Писании, что у евреев была пословица «Да даст тебе Господь так, как он дал Ефрем и Моносии». Любимые дети Господни, любимые сыны Иосифовы, значит, они были очень благословлены. Я это все говорю к тому, чтобы и мы тоже благословляли детей своих и внуков своих. Не ленитесь и не стесняйтесь и не бойтесь этого. Забей к себе своя внучка, перекрести его головушку, говорит, «Господь да благословит тебя, Господь да даст тебе мир». Уходит он из дома, говорит, «Во имя Отца и Сына и Своего Духа, иди с Богом, Христос да будет с тобою». То есть эти все слова должны быть на языке нашем так же легко и просто, и естественно, и умно, как они были у святых людей. Потому что благословенные люди благословенно живут, проклятые люди проклято живут. И мы живем в мире проклятых людей на самом деле грехами своими, беззакониями, неправдами своими, словесными, телесными, действенными, мыслимыми. Мы весьма и весьма загадили свою жизнь, так что теперь ее нужно чистить очень долго и долго. Поэтому давайте, братья и сестры, не будем стесняться хороших вещей. Пусть грех будет стыден и страшен, а пусть хорошее будет легко и приятно. Поэтому благословляйте, а не проклинайте. В особенности потомство свое. Пусть на них благословение Господне будет через молитвы отца и матери, деда или бабушки, прадеда или прабабушки. Вот. Об этом сегодня мы с вами должны были говорить и поговорили. И дай Бог, чтобы слово наше было делом, и чтобы дело это было Богу приятного. Дай Боже, дай Боже. Ангелы, хранители, доброй ночи, до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»